Сегодня в программе На железной дороге Север-Юг зафиксировано 7 точек схода областей. Новости на русском языке Продолжая программу шестой сессии, сегодня во второй половине дня на пленарном созидании Национальные собрания обсудили итоги реализации плана социально-экономического развития на 2023 год и плана на 2024 год. Депутаты сошлись во мнении, что несмотря на сложившуюся ситуацию в стране и в мире с множеством трудностей, благодаря выдающимся усилиям всей политической системы, было зафиксировано множество достижений в экономике и обществе. В то же время депутаты предложили некоторые решения, которые помогут стране преодолеть трудности и достичь поставленных целей экономического роста. Преодолевая трудности и вызовы, Вьетнам продолжает добиваться важных достижений. Макоэкономика стабильна, инфляция находится под контролем, а расходы и поступления в госбюджет идут по плану. Однако целевой показатель роста производительности труда не соответствует установленным требованиям. Рост производительности труда оценивается в 4,76%, но целевой рост, установленный Национальным собранием, 5%. Спустя три года мы не выполнили поставленные требования. Мы рекомендуем правительству предоставить дополнительные причины и решения. Доступ к кредитному капиталу по-прежнему затруднен. Правительству необходимо продолжать уделять внимание бизнесу. Банки должны продолжать снижать процентные ставки. Хотя банки четыре раза скорректировали процентные ставки со снижением на 0,52%, компании по-прежнему находятся в сложном положении. Я думаю, что помимо снижения процентных ставок, нам необходимо пересмотреть процедуры кредитования. Это поможет экономике восстанавливаться и устойчиво развиваться. На пленарном заседании Национальное собрание также обсудило внесение поправок в ряд положения закона о предпринимательской деятельности в сфере недвижимости, по которым были различные мнения. На дискуссионном заседании депутаты высказали свое мнение по двум вариантам, предложенным постоянным комитетом Национального собрания, касательно платежей при покупке, продаже, аренде и приобретении жилых домов и строительных объектов, которые будут закончены в будущем. Я выбираю первый вариант, который предусматривает, что оставшаяся стоимость контракта выплачивается, когда комитетный госорган выдает свидетельство о правах землепользования, права собственности на дом и другие активы, закрепленные за землей арендатору или покупателю недвижимости. Данное содержание предусматривает, как указано выше, обеспечение законных прав интересов организации и частных. Вариант 2 предусматривает, что хотя покупатель и не платит 5% от оставшейся стоимости контракта, но он должен нести ее на счет инвестора, открытый в банке. Депутаты также предложили включить в законопроект другие положения, обеспечивающие права покупателя и пристелка к недвижимости. Закон позволяет инвесторам продавать квартиру, если на нее не выдано свидетельство о праве собственности. Если инвестор потеряет деньги, обанкротится или не выполнит финансовые обязательства, существует риск не получить свидетельство о собственности. Поэтому рекомендую внимательно изучить этот вопрос. Мы должны прямо оговорить содержание, связанное с запретом оттягивания передачи и использования 2% фонда на содержание жилья, что сегодня является очень болезненной проблемой. Большинство инвесторов в своих целях пользуются лазейками в законе по этому вопросу. Сегодня премьер-министр Фан Мин Тинь принял министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева, находящегося с визитом во Вьетнаме. Премьер-министр предложил, чтобы в ближайшее время стороны увеличили обмен делегациями на всех уровнях, особенно высокого. Содействовали сотрудничеству в сфере экономики, торговли, инвестиций, энергетики, гуманитарного обмена, культуры, туризма, образования и обучения. Глава правительства Вьетнама предложил России упростить визовый порядок для граждан нашей страны. Он также призвал обе стороны развивать сотрудничество в области кибербезопасности, сифровой трансформации, а также науки и технологий. Министр Колокольцев высоко оценил результаты двухстороннего сотрудничества, в том числе сотрудничества МВД России и Министерства общественной безопасности Вьетнама. Он подтвердил, что приложит усилия для расширения сотрудничества с Вьетнамом во имя общего процветания двух народов. Ранее на встрече генерала-министра общественной безопасности Вьетнама Толама с генералом-министром внутренних дел Российской Федерации Владимиром Колокольцевым стороны договорились обмениваться информацией о преступлениях и укреплять сотрудничество в расследовании дел и борьбе с преступностью. Обе стороны также договорились изучить возможность создания механизма координации в работе по защите граждан, а также продолжить сотрудничество в области подготовки кадров. Сегодня в Ханое прошел шестой вьетнамско-американский бизнес-саммит, на котором присутствовал вице-премьер Чан Лю Куа. С десятью столпами сотрудничества, охватывающих все области, заместитель премьер-министра предложил обеим сторонам продолжать уделять приоритетное внимание выделению ресурсов для реализации обязательств, содержащихся в совместной декларации по повышению уровня отношений между двумя странами. Обсуждения на саммите в этом году сфокусированы на приоритетных целях Вьетнама, таких как устранение барьеров в производстве и бизнесе, удовлетворение потребностей развития энергетики и продвижение привязывания экологически чистой и возобновляемой энергии, обеспечение доступа, обновление сектора здравоохранения, цифровая экономика, повышение уровня фондового рынка, устойчивые инвестиции и интеграция в цепочке поставок в полупроводниковом секторе. Соединенные Штаты в настоящее время являются вторым по величине торговым партнером Вьетнама, а Вьетнам входит в десятку крупнейших торговых партнеров США. Общий импортно-экспортный оборот Вьетнама за последние 10 месяцев достиг почти 558 млрд долларов США. В частности, экспорт товаров оценивается в более чем 291 млрд долларов США, а импорт в более чем 266 млрд долларов США, что содействует достижению профицита торгового баланса в размере более 23 млрд долларов США. Соединенные Штаты являются крупнейшим экспортным рынком Вьетнама в последние месяцы с расчетным оборотом в более 78 млрд долларов США. А крупнейшим импортером является Китай, который импортировал вьетнамские товары на сумму уже около 90 млрд долларов США. К концу октября экспорт риса из Вьетнама принес почти 4 млрд долларов США, что на 35% больше по сравнению с тем же периодом 2002 года. Это рекордный показатель рисовой промышленности Вьетнама. Но это еще не предел, по мнению представителей бизнеса. Существует еще много возможностей для того, чтобы экспорт риса из Вьетнама продолжил достигать своего пика. Эта компания только что отправила партию товара в Южную Корею и Европу. Рабочим приходится работать, не опокладая руб, чтобы выполнить заказы к концу года. Если за весь 2002 год общий экспортный оборот предприятий составил лишь 22 млн долларов США, то за последние 10 месяцев этот показатель превысил 28 млн долларов. Мы продолжаем поставлять достаточно большие заказы. Например, сейчас партии идут в Европу и Южную Корею. Есть также много других заказов на рынок Африки. Другие предприятия также много экспортируют рис. В мире большой спрос, поэтому в этом году о рынках сбыта вьетнамского риса волноваться не приходится. Весь мир признает, что вьетнамский рис хорошего качества, поэтому его можно продавать по более высокой цене. В недавних конкурсах вьетнамский рис также занимал первые и вторые места, что оказывает большое влияние на рисовую промышленность Вьетнама. Хорошей новостью является то, что вьетнамский рис продается по довольно хорошим ценам, выше примерно на 80 долларов за тонну, чем рис из Таиланда и Пакистана. Поддержание хорошей цены на уровне 628-650 долларов США за тонну достигается благодаря высокому качеству вьетнамского риса. При продаже в Европу цепочка создания стоимости увеличивается на 10-30% в зависимости от типа риса. Европа – это очень требовательный рынок, но если продукция соответствует всем стандартам, то экспортировать очень легко. Предприниматели заявили, что до конца года поставок риса для экспорта из Вьетнама будет не так много. Между тем, спрос на бировом рынке по-прежнему высок, особенно со стороны Индонезии, Филиппин и Китая. При такой динамике вполне вероятно, что экспорта риса в этом году скорее достигнет пика с оборотом в 4,2-4,5 миллиарда долларов. Доходы госбуржета в этом году могут достичь или даже превысить целевой показатель. К такому выводу пришли на 8-м блинуме ЦК партии 13-го созыва во время обсуждения экономических перспектив страны. В частности, пакеты финансовой поддержки помогли компаниям, населению и всей экономике преодолеть трудные времена. Однако для оказания поддержки финансовому сектору приходится использовать новые источники доходов, чтобы компенсировать снижение поступлений в бюджет. За 2020-2023 годы это предприятие выплатило налоги на сумму более 110 миллионов долларов США. Политика снижения и отсрочки уплаты налогов, а также арендной платы за землю помогла предприятию получить больше ресурсов для восстановления темпов развития. Благодаря этой поддержке мы обеспечили денежный поток и производство. На данный момент трудности сейчас сильно преодолены, и мы продолжаем отчислять налоги к государству. Сотрудники налоговых органов оперативно решили проблемы, особенно касаемо политики по отсрочке уплаты налогов. Заявки, поданные напрямую или онлайн, обрабатываются в течение одного-трех дней, что очень удобно для предприятий. За последние четыре года общая сумма пакетов бюджетной поддержки, одобренных национальным собранием и правительством, достигла 30 миллиардов долларов США. Министерство финансов также выпустило указ о снижении 35 видов сборов за последние шесть месяцев этого года на сумму до 30 миллионов долларов США. Однако доходы бюджета все равно достигли высоких результатов, что способствует экономическому росту. Политика поддержки облегчила время компаний и населения. Однако необходимо увеличить доходы бюджета в потенциальных сферах, которые не использовались в полной мере на протяжении многих лет. Такие как доходы от трансграничных платформ электронной коммерции и доходы от недвижимости. Мы поощряем использование счетов в лотерее, чтобы выработать привычку использовать счета фактуры. Минфин предложил комбинатным органам продолжить рассмотрение вопроса о снижении НДС на 2% и снижении экологического налога на бензин и масла в 2024 году. В то же время продолжать пересматривать и снижать пошлины на экспорт и импорт, применяемые в этом году, для поддержки внутреннего производства и ведения бизнеса. В последние два месяца 2023 года город Хашимин уделит особое внимание ускорению освоения государственных инвестиций. Это подчеркнули на состоявшемся 30 октября заседании по социально-экономической ситуации за октябрь и первые 10 месяцев 2023 года. Руководители города Хашимина подтвердили, что план по освоению госинвестиций был выполнен на 95%. В настоящее время уровень освоения инвестиций 479 проектов превышает 90%, а по 230 проектам уровень освоения средств составляет 100%. Еще 19 подразделений не прислали протоколов обязательства по выполнению работ. В отношении этих подразделений городские власти будут применять меры дисциплинарного взыскания. Подразделения и проекты, которые имеют уровень освоения инвестиций ниже 80%, должны сосредоточиться на поиске решений, таких как расчистка территорий и перемещение инфраструктуры. Город Хашимин также объявил о начале 60-дневного освоения государственных инвестиций в сфере строительства и монтажных работ. Вьетнам вошел в тройку лидеров Юго-Восточной Азии по экосистеме стартапов, что отражено в таких показателях, как коэффициент инвестированного капитала, количество инвесторов и инвестиционных фондов. Инвестиции в инновации и стартапы во Вьетнаме в настоящее время сравнивают с тилиющим пламенем, которые могут развлечь благоприятные среда и своего рода катализатор. Это подтвердили ведущие инвестиционные фонды мира на Вьетнамском форуме инвестиционных фондов по содействию инновациям 2023 года, который состоялся 30 октября в Ханое. В этом году форум посвящен теме «Инновации для преодоления вызовов в стратегии преобразования Вьетнама». Представители фондов и стартапов провели диалог с государственными органами в отношении политики, направленной на соединение отечественной экосистемы с сетью международных и региональных инвестиционных фондов. «Если правительство Вьетнама продолжит продвижение активного подхода, это будет способствовать техническому сотрудничеству с ведущими промышленно развитыми странами мира и углублению участия Вьетнама в цепочке создания стоимости. Открытие национального инновационного центра стало переломным моментом». «Большинство крупных инвестиций будут сосредоточены на пяти основных областях, которые, как и ожидаются, будут оказывать влияние на экономический рост в будущем». «Если на форуме 2019 года было всего 18 фондов-участников с выделенным капиталом в 425 миллионов долларов США, то в прошлом году число фондов-участников увеличилось в более чем два раза, а объем выделенного капитала в три раза». «В ближайшем будущем мы продолжим сопровождать инновационный процесс Вьетнама. За около 10 лет работы во Вьетнаме мы вложили более 50 миллионов долларов США в более 10 стартапов. Мы ожидаем, что в ближайшие 10 лет объем инвестиций удвоится или утроится. Мы продолжим совершенствовать правила создания инвестиционных фондов для улучшения освоения инвестиций и привлечения большого объема инвестиций во Вьетнам в этой области». Согласно отчету «Глобальный инновационный индекс 2023-го», Вьетнам вошел в тройку стран, в которых результаты внедрения инноваций превышат уровень развития 13 лет подряд. Активно инвестируя в стартапы, инвестиционные фонды стремятся содействовать и поиску возможностей сотрудничества во Вьетнаме в ближайшее время. Далее в программе. На железной дороге Север-Юг зафиксировано 7,6 схода опыта. Блинчики Нэм – неотъемлемые блюда вьетнамской кухни на протяжении многих поколений. Всю прошедшую ночь сотни рабочих занимались ликвидацией последствий опыта на участке железной дороги Север-Юг, проходящей через провинцию Хадин. Сотни каменных блоков были в срочном порядке привезены к разной точке этой железной дороги на месте схода опыта. Однако сильный дождь и повышение уровня воды в реке затруднят аварийно-восстановительные работы. Каменные блоки непрерывно транспортируются к разным точкам опыта на участке железной дороги Север-Юг, проходящей через Хадин. Более 120 сотрудников работают по смену на протяжении всей ночи для ликвидации последствий опыта, несмотря на сильный дождь и користую местность. В настоящее время на железной дороге зафиксировано 7 точек схода опыта. Самая большая сложность заключается в неблагоприятной погоде. Идут дожди, вода в реке поднимается, электричества нет, что затрудняет передвижение. В настоящее время движение поездов было остановлено из-за опыта с ней. На некоторых маршрутах перевозка пассажиров между станциями оставляется другими транспортными средствами. Пассажирам предоставили место для сидения и продукты питания для продолжения пути. Сотрудники вокзала и поезда помогают нам. Они очень внимательны. Помогли принести груз и предоставили место для сидения. Мы сотрудничаем с местными органами власти в оказании максимально возможной помощи пассажирам. Ожидаться, что для полной ликвидации последствий опыта с ней на этом участке железной дороги потребуется ещё 2-3 дня. Со следующего года ежегодно город Хашимин будет выделить более 6 миллионов долларов США на бесплатные медицинские осмотры для пожилых людей. Бесплатные медицинские осмотры предусмотрены для всех пожилых людей, проживающих в городе, независимо от того, постоянные это проживание или временные. На только что прошедшем пилотном этапе в программе приняли участие более 17 тысяч пожилых людей. Результаты показали, что более половины из них страдают гипертонией, другими распространенными заболеваниями являются бронхиальная астма и диабет. В настоящее время во всем городе проживает более 1 миллиона положилых людей, что составляет более 10% населения. Жареные блинчики Нэм – это блюдо, которое можно увидеть на вьетнамском столе уже на протяжении многих поколений. А ещё это блюдо, которое вьетнамцы могут легко приготовить с множеством разных начинок. Жареные блинчики Нэм также вошли в список 10 самых вкусных блюд из креветок в мире по версии известного кулинарного сайта Тес Атлас. Давайте узнаём об этом блюде в следующем репортаже. Этот список, получивший название «Карта мировой кухни», был создан Тес Атлас на основе отзывов почти 340 тысяч туристов со всего мира. Вьетнамские блинчики Нэм оказались на 8 месте в топ-10 самых вкусных блюд. Они не только любимые международными туристами. Блинчики Нэм – также неотъемлемые блюда вьетнамской кухни на протяжении многих поколений. Я готовлю жареные блинчики Нэм уже 20 лет. В среднем в день жарю тысячу штук. У меня есть традиционные блинчики с мясной начинкой, с креветками и крабом. Раньше также готовили их моя мама и бабушка. Жареные блинчики Нэм нравятся многим туристам, которые наставляют свои восторженные отзывы. Я тоже недавно узнал об этом блюде. Когда впервые приехала в Вьетнам, я попробовал его. И оно мне очень понравилось. Для приготовления жареных блинчиков Нэм необходимо соединить немало ингредиентов. Рисовую бумагу, свинину для начинки и креветки, колмара, овощи и, конечно, здесь нужны еще умелые руки. Все шаги важны. Но самое главное – жарить блинчики Нэм до тех пор, пока начинка не будет готова. И подавать горячими, чтобы не пропал аромат морепродуктов и сладкий привкус овощей. Мы часто приходим сюда перекусить. Наш любимый блюдо – Нэм с морепродуктами. Я пробовал это блюдо, и оно мне очень понравилось. Начинка очень необычная, и сочетание ингредиентов очень гармоничное. Я был горд услышать, что вьетнамские блинчики с начинкой вошли в список самых вкусных блюд. Особенно еще потому, что это наше традиционное блюдо. Простое, знакомое, но упольные изысканности блуда. Жареные блинчики Нэм теперь не только появляются на столе у вьетнамской семьи, но и способствуют распространению имиджа вьетнамской кухни, привлекавшей туристов со всего мира. Провинция Залай – это дом для 44-х этнических групп с уникальным культурным наследием, к которому относятся гонки, тканы из зелья тхока, плетение из бамбука и изготовление статуи. Все это вместе создает яркую и притягательную культуру центрального плата Тэйнгэ. Желая сохранять и продвигать культурные ценности, провинции Залай уделяют им приоритетное внимание, чтобы они стали движущей силой социально-экономического развития. Площадь Дуангэд – место проведения показа «Мод Залай-Ой», который послужил открытием недели культуры и туризма провинции Залай. В течение последних двух лет каждый выходной в провинции Залай проводится общественное культурное представление. Это усилия по объединению культуры и туризма, а также возможность рассказать о заслугах кремесленников. Я очень рад, что сегодня выдалась возможность представить культурные обычаи моего народа, такие как музыкальные инструменты, а также искусство плетения, создание тканей тко-кам. Это наши лучшие культурные традиции. Плата Тэйнгэ известна своими гонгами и бесконечными песнями. Наряду с этим – богатство разноцветных узоров на одежде и уникальные статуи. Это помогает развивать традиционные ремесленные деревни провинции Залай, где изготавливают статуи и плетёные изделия. Я думаю, что в будущем Залай станет разбитой провинцией, и больше людей узнают о ней. Наличие уникальных продуктов и культурных особенностей будет привлекать туристов. Это то, с чего мы стремимся. Представить людям уникальную культуру Залая, чтобы привлечь к нам больше туристов. В провинции Залай в настоящее время реализуется множество мероприятий по восстановлению, сохранению и уважению традиционных культурных ценностей, что способствует обогашению культуры малых народностей центрального плата. А сейчас прогноз погоды во Вьетнаме на завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Пересмотреть все наши выпуски вы можете на сайте Vitvigo, который вы видите на экране. Кроме того, вы можете скачать наше мобильное приложение Vitvigo в App Store и Uplay. Благодарим за внимание, всего доброго и до скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok